Узорная заливка. Узорная заливка в иллюстраторе создается немножко по-другому и генерируется также немножко по-другому. Поговорим о всех разных ситуациях. Я сначала покажу на обычном объекте, какие узорные заливки есть. Фил на переднем плане. Я применяю вот такую узорную заливку. Еще один объект нарисую. Фил на переднем плане. Вторая узорная заливка. На досуге можете изучать узорные заливки из библиотеки. Библиотека, паттерны, узоры и огромное количество узорных образцов. Дополнительных, конечно же. Все это очень хорошо, но мы хотим создать свои собственные узорные заливки. Здесь очень важные нюансы есть. Внимание! Для создания собственной узорной заливки мы должны нарисовать объекты с однородной и или градиентной заливками. То есть у объектов изначально не должно быть узора или какой-то сложной комбинации. У объектов однородная и или градиентная заливки. Размеры возьмем маленькие, еще уменьшу. Пожалуйста, любые элементы, абсолютно любые элементы, что-то так фантазирую, любой цвет обводки можно получить. И из всего этого получить свой собственный узор. Звездочку поставлю на передний план. Как из этой стопки получить узор? Выделяем все нарисованное. И видим, что на панели свотчей кнопка New Swatch не активна. Дело в том, что для получения паттерна узора мы не обращаемся к этой кнопке New Swatch. Мы создаем паттерн, перетаскивая эти элементы в панель свотчей, перетаскивая их сюда. Пожалуйста. Я сейчас попробую нарисовать другую фигуру. Фил поставлю на передний план и закрашу собственным узором эту фигуру. Не забываем, перетаскивать надо. Если даже у вас всего-навсего один объект нарисован, допустим, вот такой кирпичик, хочу нарисовать, я в любом случае должна перетаскивать в панель свотчей, а не обращаться к кнопке New Swatch. Эта кнопка просто создаст однородную заливку, не более. А когда мы перетаскиваем, у нас получается уже паттерн. Нарисую фигуру, чтобы вам показать, как все это закрашивается. Очень часто мы хотим немножко сместить эти узорные фрагменты. И как в методичке это описывается, есть такое понятие, как генератор узоров. И мы сюда заходим, в общем-то, ради этой функции, tile type, тип разбиения. Давайте посмотрим, как сюда войти. Чтобы войти в диалоговое окно или в панель генератор узоров, мы выполняем двойной клик по образцу в панели свотчей. Двойной клик по образцу в панели свотчей. Пусть вас не смущает вот такая картина, все в порядке. И красная полоса наверху говорит о том, что я внутри этой панели, этой опции. Tile type, тип разбиения, я для кирпичей выбираю. Номер 2. Brick by row. Разбить по ряда. Я не могу просто так закрыть эту панель. Я не выйду из этого режима изоляции. Мы должны выходить из этой панели через меню панели и команду exit. Еще раз показываю, как работать с генератором. Двойной клик по инструменту, точнее по самому образцу в панели свотчей. И вы выбираете абсолютно любой тип разбиения. Также любые размеры. Можно связать ширину и высоту. И менять размеры, пожалуйста, вот таким вот образом. И выходим, не закрывая панель, а в меню панели выбираем exit. Выход. Если вы хотите получить узор из растрового изображения, то растровое изображение надо импортировать в свой документ. Файл place, поместить, или клавиатурная комбинация shift-ctrl-p. Надо поместить растровое изображение в свой документ. Возьму что-нибудь простенькое из образцов. Пожалуйста, пусть это будет гортензия. Вот такой небольшой фрагмент. И чтобы отсюда взять какую-то небольшую часть, мы рисуем прямоугольник или квадрат в нужной области. Допустим, я хочу взять вот эту небольшую часть. Этот прямоугольник или квадрат строго должен быть бесцветным, то есть нет заливки, нет обводки. Без заливки, без обводки прямоугольник. И строго на заднем плане. Send to back. Это те условия, которые строго надо соблюдать. То есть генератор-прямоугольник бесцветный, и он строго на заднем плане. Затем вы выделяете и растровое изображение, и прямоугольник, который на заднем плане. И перетаскиваете эту красоту в панель сводчиз. Получился узор. Отодвину немножко. Нарисую любую фигуру. Фил на переднем плане закрашиваю новым узором.